В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Слово Господне! Евангельскими речениями да изгладится наше прегрешение. Аминь. Сегодня второе воскресенье рождественского времени. Уже вроде бы подарили подарки. Прошел Новый год. И вот сегодня мы размышляем о том, что дарит нам Господь. Любовь, которая не дорожит ничем своим, но готова пожертвовать всем ради другого, это вроде бы такие высокие слова. Но, казалось бы, иногда они требуют каких-то простых и ясных поступков. Мы много читаем о людях великого самопожертвования и там людях богатых, которые много жертвуют. Мы привыкли к притче о вдове, которая пожертвовала все пропитание свое, которое имела. Ну вот, как-то эмоционально меня оно не трогает. А вот вчера я читал житийную литературу и набрел на жизнеописание одного старца именем его, его имя Авва Иосиф. Он жил в пещере и у него было небольшое рукоделье, он вырезал там по дереву четки и продавал их, тем самым жил. Ну и половину, как всегда, он еще заработанного раздавал нищим. И вот однажды у этого Авва Иосифа был, ну то есть у него был единственный ножик из всего имущества, у него был ножик, необходимый для этого рукоделия. И вот однажды к нему пришел в гости брат, другой инок, увидев этот ножик, похвалил его, сказал, Авва, какой ножик у тебя все-таки хороший. И Авва Иосиф немедленно начал упрашивать своего гостя, чтобы тот принял ножик в подарок и не дал брату выйти из кельи, пока не уговорил его принять понравившуюся вещь. И надо принять во внимание то обстоятельство, какого труда стоило вновь приобрести в глубокой пустыне орудие, необходимое для рукоделия. Оно составляло не только часть подвига молитвенного, а единственное средство производства, как бы мы сейчас сказали, средство для содержания себя. И только при таком понимании можно оценить должным образом поступок старца, дорожившего также еще и обетом безмолвия, нарушившего обет безмолвия ради того, чтобы подарить нож человеку, которому вот этот ножик понравился. Я почему-то вот сидел вчера полвечера и думал об этом поступке вот этого старца. Вот так вот придет ко мне человек, похвалит что-нибудь, и надо ему это будет подарить. Да как-нибудь перебьется, как вот я так сразу подумал. Ну что-нибудь очень ценное. Что-то как бы, как-то это все неправильно. Оно же мое, оно же мне нужно. И вот я подумал, что все-таки я еще далек от идеал монашеской жизни, от идеалов нестяжательства и так далее. Еще есть, прямо скажем, куда расти. А вот потом я начал думать о том, как Христос пришел одарить нас. Ну и вроде бы всегда есть такая мысль, ну а ему-то что, он бог, он сколько не дает, у него меньше не становится. С одной стороны это так. А с другой стороны, не зря же говорится, что он, будучи богат, обнищал ради нас. Он, нам даже, собственно, ведь непонятно, на что пошел он, на какую жертву пошел он, отказавшись от своего небесного великолепия, для того, чтобы слово, которое было в начале у Бога, стало плотью. И вот эти подарки Христовы, они очень дорогие должны быть нам. Я представляю себе, как дорожил вот этим подарком тот инок, которому нож подарили. Он ведь прекрасно понимал, чего стоило Абвиосифу сделать такой подарок. И, конечно, мы как-то забалтываемся часто, мы перестаем дорожить теми подарками, которые получили в Рождество. И вот сегодня, во второе Рождественское воскресенье, давайте с вами об этом поразмышляем. Христос пришел одарить нас. Что это значит? Давайте посмотрим. Во-первых, здесь целых пять подарков. Во-первых, Христос приносит в мир бытие и смысл этого бытия. Мы видим, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Когда я еще не был воцерковленным молодым человеком, ну, довольно рано, лет там в 13, я начал задумываться над глубокими философскими вопросами. И один из философских вопросов, который мучил меня и не давал покоя, а я его даже не мог толком сформулировать, и только потом уже прочитал эту формулировку. А почему вообще что-то существует, вместо того, чтобы ничему не существовать? Ведь это вот очень глубокий вопрос. Почему вообще что-то есть, вместо того, чтобы ничему не быть? Потому что ничему не быть, ну, это же просто, если все стремится к антропии, если все разваливается, то не быть гораздо проще, чем быть. И вот вопрос Гамлета, быть или не быть, вот в чем вопрос. Ведь так соблазнительно не быть, соблазнительно не существовать, но ведь и страшно. И страшно, и страх смерти, осознанный мной раньше, где-то в 9-летнем возрасте, он тоже вот давлел как-то, давил вернее на меня. И я думал, что если существование каждого человека, как нас учит коммунистическая партия, если существование каждого индивидуума прекращается со смертью, то какой вообще смысл бытия-то? Какое высшее значение можно приписать жизни? Ведь в конечном итоге, вот был 1810 год, вот ходили люди, там в моем родном городе Тольятти, еще не было толком ничего, была крепость для крещенных калмыков, я этого не видел. А потом я умру, и так же будут люди после меня, и я этого не увижу. И если даже жизнь моя что-то значила, если повлияла на другие жизни, или даже, допустим, я повлиял на ход истории, то какой смысл? Может быть, рано или поздно все это закончится. А мы уже читали Герберта Уэллса «Машину времени», мы же понимали, чем кончается мир. Это просто ничего, просто пустота и тишина. И если нам говорят, что Вселенная возникла в результате большого взрыва 15 миллиардов лет назад, предположим на минуту, что этот взрыв никогда бы не случился, и Вселенная никогда бы не существовала. Да что в конечном итоге от этого изменится, если все в конечном итоге опять придет в нуль? А особенно вот на этой масштабной линейке миллиардов лет, что такое моя жизнь 70 лет? Вот я тут жил, старался, химию учил, из-за двойки переживал. Да через 500 лет вообще никто не вспомнит. Больше того, даже если бы я жил вечно, то одного бессмертия недостаточно, потому что простое продление существования смысла не добавляет никак. Человек, Вселенная могут существовать вечно, но без того, кто организует это бытие, нельзя претендовать на конечное значение. Это все равно, что пришли вы в гости к друзьям справлять Новый год, значит, там, допустим, друзья посадили вас за стол, сказали, ну все, спасибо, мы пошли, ушли, заперли вас в своей квартире, развлекайтесь сами, как хотите, еды нет никакой. Ну, то есть, как бы, вот мы приходим в этот мир, сами должны организовать свое пространство, сами найти смысл бытия, да ну зачем за это все надо-то? Нужен Вселенский разум для того, чтобы кто-то, ну, нас не то чтобы развлекал, но чтобы кто-то хотя бы объяснил нам, зачем все это, чтобы кто-то хотя бы как-то, ну, был с нами, поговорил с нами. То есть, человеку нужно не просто бессмертие, а еще ведь научная фантастика. Есть один рассказ, в котором астронавт терпит крушение на голой каменной глыбе, затерянной в космосе. У него нет никакой надежды вернуться домой, он один, вот голая планета, ничего нет. И у него при себе два пузырька, один с ядом, а другой с эликсиром вечной жизни. И вот, понимая, в какую переделку он попал, он выпивает яд, но тут же с ужасом обнаруживает, что перепутал пузырьки и принял эликсир бессмертия. И ничего ужаснее этого представить нельзя. Теперь он будет вечно, вот на этом он не умрет, и он будет один. Вот без Бога ничего этого нет. Ничего, никакого высшего конечного смысла. Нам нужен тот, кто придаст значение нашему бытию. Бог, предавший этому миру бытие, также сообщает и смысл этого бытия. А знаете, как ни странно, смысл человеческого ведь бытия, он в общении. Вот даже если бы вас было на этой космической глыбе хотя бы двое, то это уже проще. Хотя бы есть с кем-то пообщаться. Человеку, вот, например, нужен человек. Я помню еще, когда только я воцерковился в возрасте 18 лет, учащийся в музыкальном училище, я тут же начал спорить. Ну, особенно тогда еще время было такое перестроечное, поощрялась такая работа мысли, особенно на уроках по философии. Нам уроки лекций по философии читал иногда директор нашего училища, иногда преподаватель педагогики, мы так вот спорили часто на уроках. И я доказывал, что жизнь без общения невозможна. То есть полноценная жизнь человека без общения невозможна. А еще лучше общение с кем-то высшим, неизвестным. Директор наш, будучи атеистом, долгое время говорил, да ну, отправьте меня на необитаемый остров, и я там буду жить прекрасно, один, ни с кем не общаясь. У меня только одно условие, обеспечьте меня бесперебойно новым чтивом. Ну, то есть вот если у меня будут книжки, то я вообще прекрасно проживу один. Потом мы спорили, доказывали, преподаватель педагогики был на моей стороне. Через некоторое время даже атеист согласился. Ну нет, да, пожалуй, правда, да, просто получение информации не работает. Нужен кто-то живой. И вот мы читаем в начале, слово было Бог, но слово было у Бога. И по-гречески там буквально написано простонтеон, то есть к Богу, повернуто к Богу. То есть между Троицей, между лицами Троицы вечно было общение. И вот здесь показывается, что Бог придает смысл нашему бытию, показывая, обратись к Богу. Даже предвенчное слово было к Богу обращено. Христос приносит в мир бытие и смысл бытия, которого не остается, если вынести Бога за скобки. Второе, второй подарок. Христос приносит в мир жизнь и свет. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот часто мы не задумываемся, как эти вещи увязаны. Потому что мы привыкли к тому, что осветительные приборы выполняют только одну функцию. А я помню еще в детстве, тоже еще в школе, была задача на Олимпиаде у нас по физике про три лампочки и три выключателя. Условие задачи было такое. Представьте, что вы стоите перед закрытой комнатой, в которой есть три лампочки. Они вот в пределах вашего наблюдения. И перед вами есть три выключателя, которые отвечают за каждую из лампочек. Вы можете войти в закрытую комнату только один раз, но вам нужно точно определить, какой выключатель относится к какой лампочке. И задача была на то, чтобы выйти из плоскости мышления. Потому что человек, находящийся в рамках, он мыслит только категориями электричества и света. А решение на самом деле простое. Первый выключатель нужно включить, второй не трогать, а третий включить на 10 минут и выключить. И тогда, когда ты войдешь в комнату, горящая лампочка будет соответствовать первому включателю. Темная, ну не горящая лампочка, но холодная будет соответствовать второму. А выключенная, но горячая, будет соответствовать третьему. То есть нужно внести третью координату. То есть температуру еще. По температуре можно определить, оказывается. И вот здесь Иоанн не оперирует только понятиями свет, он оперирует еще понятием жизнь. Жизнь была в нем, жизнь как содержимое сосуда, как некая живая вода, в нем была жизнь. И как бы вам описать эту жизнь? Жизнь была похожа на свет, говорит Иоанн. А в чем похожесть жизни, которая во Христе, в чем похожесть на свет, в чем она так похожа на свет? Вот в нем была жизнь, и жизнь была свет для человеков. Ну буквально так по-гречески, да? В чем сходство жизни, которая во Христе со светом? Иоанн объясняет. Свет всегда побеждает. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. Любой человек, который пришел в этот мир, на него попадет свет. Вот в этом смысле жизнь, которая во Христе, очень похожа на свет. То есть, во-первых, его тьма победить не может. Сатана не может победить Христа. Свет побеждает тьму, и ему даже не надо бороться с тьмой. То есть, трудно представить себе, вот вы вошли в темную комнату, включили фонарик, или включили яркое освещение, и так стали наблюдать такой луч света, а вот ему тьма там как-то противостоит, давит на него, а он так ее... Ну как вот... Некоторые так себе воображают, как в Гарри Поттере, там вот палочками Волан-де-Морт и Гарри Поттер. Вот у них там разного типа лучи, и вот они там кто кого сборит. Но нет, так не происходит. Свет не встречает ни малейшего сопротивления со стороны тьмы. Никакого. Поэтому жизнь, которую приносит Христос, она обладает вот этими же двумя важными свойствами. Она тут же побеждает смерть, так же легко, не встречая никакого сопротивления. И она так же приготовлена для каждого человека. Она универсальна. Она действует на каждого человека. Не все, правда, захотят. Пришел там к своим, и свои его не приняли. Об этом тоже скажем. Но многие еще живут в смерти. Я недавно прочитал жуткую историю про озеро в Танзании. Озеро называется Натрон. Это такой уникальный на земле водоем. Он, как, знаете, в какой-то легенде про царя Мидаса, превращает все то, что дотрагивается до его поверхности, почему-то кроме фламинго. Вот на фламинго это не действует. А на других птиц и животных действуют. Они превращаются в камень. Вот посмотрите. Ну, то есть, вокруг этого озера стоят каменные скульптуры животных, которые окаменели. Ну, просто тайны здесь особо нет. Воды озера наполнены солью и горячей щелочью. И там максимальный уровень кислотности, PH10. И те, кто пытается выпить воду из этого озера, мгновенно умирают и тут же кальцинируются. Превращаются в камень. И вот для туристов это просто потрясающее зрелище. Вокруг озера мертвые статуи. Почему-то флан на фламинго не действует. Ученые, кстати, пытаются выяснить. Фламинго ходит спокойно, а вот все остальные нет. И посещение этого места, ну, такой ужасный магазин сувениров. И вот я подумал, да, этих уже не оживить. Сразу вспомнилась сказка про Нарнию. Помните, там, вот это. Холдунья превращает всех в ледяные скульптуры. Или в каменные даже, да. И только лев-аслан, под этим образом подразумевается Христос, Христос дует на них, и они оживают. Вот так же оживотворяет нас Христос. И в этом суть его дара. Третий его подарок. Христос приносит в мир свободу выбора. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Вот здесь говорится о том, что, да, Бог насильно всех к себе не обратит. Он приносит в мир свободу. Кто-то его не познает, кто-то его отвергнет. Даже, может быть, восхитившись его мудростью. Поэтому в мире и существует зло. Некоторые люди думают, что существование зла в мире – это признак несовершенства мира. Тогда как, в общем-то, христианские философы и мыслители уже давно это опровергли. Наверное, ну так, понятнее всего, что ли, или короче всего, эту проблему выразил, как ни странно, математик Готфрид Лейбниц, так называемая Теодицея Лейбница. Он утверждал, что мир, в котором невозможно, зло несовершен. И рассуждал примерно так. Мы знаем, что Бог – совершенный творец. Это аксиома. Поэтому из всех мыслимых миров Бог творит наилучший. Мир, в котором есть свобода, лучше мира, в котором ее нет. Свобода немыслима без возможности злоупотребить ею. Злоупотребление свободой порождает зло. Поэтому мир, в котором возможно зло, наилучший. Потому что это мир свободы. И вот этот мир сотворил для нас Христос. Мир, в котором можно сделать свой выбор. Да, последствия этого выбора ужасны, если выбор неправильный. Но мы можем знать, что Христос, Бог, сражается за нас, чтобы мы не сделали неправильного выбора. Мир пришел к своим, и свои его не приняли. А он знал, что его не примут. Но все же приходит к своим и проповедует им. И говорит им, обратитесь. Обратитесь и живите. Недавно я, опять же, узнал с удивлением, что есть на земле, вот в нашей материальной биологии, только три вида материальных существ, которые способны собирать армии и развязывать войны. И идти войной друг на друга. Ну, то есть, так-то, насилие во всех, у всех животных есть, но обычно один на один. А так, чтобы вот целенаправленно собрать армию и развязать войну, только три вида живых существ. Это вороны, муравьи и люди. Вот вороны очень мстительные птицы, поэтому даже не думайте разозлить или разорить их гнезда или птенцов. Ворон способен запоминать человеческие лица, человеческую одежду на срок до пяти лет. И самое главное, они способны собрать стаю, 10-15 особей и нападать на человека. И подобные нападения нередко оканчиваются трепанацией черепа. Муравьи тоже враждуют между видами. Существует около трех сотен видов муравьев, которые ведут захватнический образ жизни. Воруют куколки, выращивают из них муравьев и эксплуатируют. И, конечно, люди. Про войны людей. Это самые, наверное, мстительные воинственные млекопитающие. Поэтому даже в Евангелии мы читаем, в Евангелии Атеана, забавная есть деталь. Когда Иисуса приводят в приторию, собрали на него весь полк, написано. Ну, очень боялись, да. То есть целый полк собрали, чтобы Иисуса охранять. Но вот Бог в духовном мире вооружается против зла. И если в этом мире материальном война не может быть объективной и справедливой, то в духовном мире идет война за нас. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, пишет апостол Павел. Поэтому четвертый вид живых существ, воюющих за нас, это ангелы, небесные воинства. Бог воюет за нас со злом, с сатаной. Потому что четвертый подарок Христос приносит в мир богоподобие. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Власть быть чадами Божьими. Греческое слово «экзусия» у Иоанна, это слово используется исключительно в значении силы, власти. Это действительно сила Его благодати, которая превращает нас по благодати в богов. Рождение от Бога. И, конечно, пятый подарок Христос приносит в этот мир, свое благословение. Свои благословения. Слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати и истины. Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Жил такой в 18 веке итальянский кардинал Джузеппе Миццефанти. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества. Его сын утверждал, что папа мог свободно изъясняться на 114 языках. Но документально подтверждено, конечно, не столько. Всего лишь 39. Вот на 39, скорее всего, он мог бегло говорить. Причем понимать он мог еще примерно столько же. Но вот свободно говорить мог только на 39. Для чего он все это делал? Он был пламенным миссионером. Однажды он выучил новый язык за одну ночь. Для того, чтобы утром принять исповедь у чужеземных преступников, приговоренных к смертной казни. То есть он всю ночь учил их язык, чтобы отпустить им грехи. Вот я думаю, вот такая страсть донести до людей Слово Божие. Она заслуживает какого-то нашего удивления и восхищения. Христос тем более приносит в мир что? Во-первых, он приносит благодать. Слово становится плотью, чтобы мы стали богами по благодати. Сила для спасения и обожения, как мы уже сказали, чадами божьими. Он приносит истину. Оно полное истины. Истина это вот здесь как сфера для жизни. У Иоанна очень важный вот этот момент. Ходить в истине. Я часто думаю, ну как вот это вот ходить в истине. Ходить в истине, да, это вот привычный маршрут. А еще недавно пришел мне образ. Ну ходить в истине, это как, знаете, зимой ходить в шапке и в шубе. Там, ну как, когда мама еще у тебя вот маленького кричит. Ты уходишь на улицу гулять, и она кричит, куда без шапки? Ходи в шапке. Ну и вот бог как мама такая окликает нас. Куда? Опять истину не надел. Ну-ка сейчас же надень истину. Голову застудишь. Что это такое? Почему-то я вчера подумал об этом. Мне стало с одной стороны смешно. А ведь это правда. Мы часто ходим, таз голова без истины, да, там, без царя в голове. Ереси-то всякие, грехи там. Куда без истины? Куда без благодати пошел? Иди наполнись, оденься благодатью. Оденься истиной. Оденься славой, как единородного от отца. Это же потрясающий подарок. Я уже говорил в рождественскую наше богослужение, что это на что похоже. Вот оно обитало с нами. Оно буквально поставило палатку среди нас. То есть поставило среди нас свои хоромы, жилье свое. Это как голливудская звезда какая-нибудь. Представьте себе, вы утром проснулись. И вы, там, я не знаю, где-нибудь там в Лос-Анджелесе, в самом богатом квартале, в чужом особняке, там, в доме у звезды. И звезда вас знает и говорит, кофе будешь пить там утром? Да, там, ну вот, завтрак уже готов. То есть вас приняли, вы неожиданно проснулись, значит, вас приняли дома, вас там дома знают, вы член семьи официально. Еще звезда вам говорит, пошли, нам же на обложку фотографироваться. Ну, то есть вместе будем, да, то есть, вот, на фотосессию. Еще и славой с вами поделились. То есть и в Инстаграме вы все время с этой звездой, и на обложках, и в кино вместе снимаетесь. И премию тоже получаете. Ну, вы же в одной семье живете. И это потрясающе. Вот мы, когда вот так представляем, думаем, эх, как бы было бы хорошо-то. А вот когда Христос говорит, а я вот вам даю славу, славу как единородного от Отца. Полная благодать и истины. С вами. Вот эти дары дает нам Христос в Рождество. Есть смысл принять его дары. Есть смысл дорожить ими и думать о них с благодарностью. Об этом давайте с вами и будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok